Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Ваншот. Нику, я вернулся. Хей, Мазл. Добро пожаловать обратно. Библиотечная карточка. Давайте покажем. Аутентификация штрих-кода. Проведение распознавания лица. Совпадение фото. Успешно. Можете проходить. Хорошего дня, мисс Кип. Не обижайся. Возможно, стоило изменить имя. Уже поздновато. Заходим. И что здесь? Телефон? Похоже на старый телефон. Некоторая часть мусора высыпалась на пол. Бывает. Маленькое дерево. Время зайти. Сколько всего здесь? Эй, малыш. Привет. Чёрт возьми. Я не думаю, что кто-то должен попасть внутрь башни. Ееееее. Эм, спасибо. Итак, в чём дело? Могу ли я сделать что-нибудь? Да. Я слышал, а вы можете мне помочь. Я не знаю, что мне теперь делать. Думаю, мне нужно пойти в башню. Но как мне это сделать? Я не знаю. По крайней мере, мы не знаем. В башне есть только одна маленькая комната. В ней даже нет лестницы. Бьюсь об заклад. Тебе нужна помощь Мазла в этом, приятель. Как именно? Не знаю. Но я уверена, что что-то есть. В какой-то загадочной книге. Ничто в моей коллекции не подходит под подобное описание. Ах. Давайте всё изучать. Книга выглядывает из полки. Ещё один насыщенный визит к великому пророку сегодня. Мне показалось, что у неё было очень хорошее настроение. Она сказала мне, что видела ещё один намёк прибытия Мессии. Более яркий, чем когда-либо прежде. Мессия проснётся в тёмном доме. Она сказала, что видение включало в себя свет из окна и звук шагов на деревянном полу. К сожалению, она не знает местонахождение дома. Ратчис также присутствовал во время встречи. В итоге я позже посетил его дом, и мы обменялись записями. Он был очень бдительным при записи повседневных размышлений пророка. Его почерк был значительно разборчивее в последнее время. Его дети были привлекательны. У старшего ребёнка Каламуса был выражен интерес к чтению. Я предложил научить его этому так же, как и я сделал с его отцом. Интересненько. На обложке этой книги есть чёрный символ Клевера. Эй, и у этой другой книги есть Клевер на другой стороне. И остальные книги тоже. Они все про... Клевер? Лол, нет. Это похоже на то, как автор себя называет. А? Он никому не говорит, как его зовут. Он просто использует этот символ в своих работах. Поэтому мы знаем, что это он. Он написал все эти книги. Я уверена в этом. Эти коробки заполнены неплотной бумагой и блокнотами. Йоу, это рукописи. Который дал мне автор. Я должна что-то типа помогать. Помогать ему публиковать и прочее. Но в последнее время его лицо нигде не проскакивало в городе. Это похоже на то, что я сбросила с себя груз. Например, я привыкла к тому, что он все время присылает мне новые вещи. Я имею в виду, конечно. Я не могу идти в ногу с темпами, с которыми он писал. Но он не возражает. Парень просто полностью увлечен своей работой. Это заставляет меня тоже работать. Я играла в догонялки с вещами, которые еще не дошли до конца. Но знаешь, что странно? Что? Вещи, которые я должна закончить, не заканчиваются. Я выпустила книгу за книгой, но куча работы не уменьшилась. Неужели я так сильно расслабилась? Видимо, да? Еще книжка. Книга выглядывает из полки. Ааа, это похоже на альбом для зарисовок. Красивенько. 910, 45, 22. Среда. Еще один натюрморт. С некоторыми предметами на моем столе. Все еще не так хорошо. Но по крайней мере, Сильвер может распознавать объекты. Стакан, книга, фонарь, цветы, вулкан и тортик. 910, 45, 23. Четверг. Различные зарисовки. Практикуюсь. Красава. Я думаю, это книга о клеверах. Несмотря на то, что их пигментация в первую очередь черная, листья проявляют неимоверную переливчатость, когда на них направлены лучи солнца. Эти любопытные растения наиболее устойчивые, поэтому могут процветать даже в металлическом песке и суровом климате пустошей. В глине они также могут расти, непосредственно наверху мохового слоя, без конкурирования с мохом за ресурсами. Радиоуглеродный анализ окаменелости предполагает, что эти растения могут быть первыми формами жизни, которые колонизировали наш мир. Нифига себе. Можно похавать. Холодильник заполнен водой в бутылках и выносными ящиками. Экран компьютера говорит о обновленных базах данных. Должно быть это принтер. Такое маленькое помещение. А это еще не все. Даже на картине изображены книги. Я охраню копию всего, что я опубликовала для него в архивной комнате. Ты можешь полностью прочитать некоторые из них. Если хочешь, я имею в виду. Коробка полна записных книжек. К счастью, команда доктора Silverpoint была способна копировать наш прототип. Справа находится обновленный набросок некоторых модификаций внешнего дизайна. Более важно то, что мы использовали радикально отличающееся строение микропроцессора в связи с недостачей ресурсов на тот момент. Но он все еще должен быть способным доставить послание покойного пророка. Команда решила, что обучение было проигранным делом. Синий фосфор. Более круглый вид. Переработанный внешний аудиорецептор. Может носить длинную одежду. Усилитель беспроводного сигнала. Ясненько. Заходим. Кроватка. Это стопка пустых бумаг. Коробки полной рукописей. Книжка на земле. Но она глубоко верила в теорию мультивселенной. И относительно альтернативных версий она сравнивала вероятность с броском игрального кубика. Недавно я выяснил, что этой теории все легче и легче верить. Но тогда я не мог хорошо описать ее. Тем не менее, я все еще приписал это к моим лучшим способностям. В конце концов, почтить ее таким путем было правильно. Всего их шесть. Какая попалась вам, мы сами не знаем. Итак, как тебе нравятся мои книги, братишка? Ну мы же не братишка. Они... Отличные? Еееее! Давайте покажем. О, у меня есть эта книга. Йоу! Йоу! Где ты нашла ее? Где-то в пустошах. Потому что... На ней этот символ и все такое. Вот, дай мне почитать. О, серьезно? Он даже использовал этот язык. Я должна перевести ее. Не возражаешь, если я позаимствую это? Никак нет. Крууть! Это займет немного времени. Тебе это не помешает? Хорошо. Мấu... Ах, простите. Воу, чувиха, ты выглядишь сонный, малыш. Хм? Чувиха, ты выглядишь супер-пуперски. Я выгляжу как? Ты выглядишь так? Будто ты готова дать пять, сестренка. Да, я понимаю. Не волнуйся, я поняла. У меня есть комната для гостей на чердаке. Если хочешь там примаститься, иди туда. От души. Какая хорошая девушка. Ну что, бай-ю-бай? Я немного устала. Хорошо, если я посплю. Спокойной ночи, Нико. Мы покушали. И что это? Что такое, Нико? Лампочка. Это знак? Это херово. Хей, Мазл. Наверное, ты видел мой сон. Да. Это было… Мы понимаем. Ладно, пошли. Пойдём. У нас ещё книжки остались. Большая книга с чёрным клевером на обложке. Название говорит. Всесторонний справочник по фосфорам. Как общее правило, если фосфор полностью теряет своё свечение, он не сможет повторно засветиться, если только не будет подвергнут воздействию солнца. Если фосфор просто тусклый, может быть возможным усилить его энергию за счёт воздействия другого фосфора с более высокой энергией. Но даже так усиленный фосфор никогда не вернётся к своей первоначальной яркости. Глава 5. Обзор фосфоров, найденных в натуральном мире. Синий фосфор. Локация пустоши. Из всех обычных фосфоров синий фосфор имеет средний уровень энергии. Он может существовать в обоих формах – органической и минеральной. Минеральная форма чаще всего встречается в металлическом песке пустошей. Органическая форма чаще всего встречается в фосфорных креветках и их выделениях. Гадость. Несмотря на то, что излучение синего фосфора мощное, у него есть то, что я бы описал как самосохраняющиеся свойства. То есть свет не может быть постоянным. Большинство форм синего фосфора перестанут светиться, если оставить их нетронутыми. В течение длительного периода времени при использовании синего фосфора в мощных устройствах мотор должен быть выставлен на базовый уровень активности для обеспечения постоянного перемешивания фосфора. В качестве альтернативы можно использовать живых фосфорных креветок. Зелёный фосфор. Локация Гленн. Из трёх видов обычных фосфоров, зелёный фосфор имеет наибольшую энергию. Также это самый редкий вид из обычных фосфоров, так как он может быть найден только в органической форме. Известные ресурсы включают в себя сок фосфорных деревьев, светлячков и различный мох. Несмотря на то, что этот фосфор присутствует в повсеместно встречающемся мохе, обволакивающем землю, он находится там в ничтожных количествах, и его почти невозможно сконцентрировать. Зелёный фосфор идеален для использования в индустрии, однако в связи с его относительным дефицитом и истощением, в данный момент нет надёжного ресурса. Красный фосфор. Локация Пристанище. Из обычных фосфоров красный фосфор имеет наименьшую энергию. Он существует исключительно в минеральной форме и может светиться только в растворе. Разбавленный красный фосфор обилен в водных путях города и вызван течениями. Это может создать искусственное состояние повышенной концентрации энергии с лучшей светимостью. Единственное главное предупреждение заключается в том, что фосфор в этом перенасыщенном растворе будет нападать в осадок довольно быстро. Если перенасыщенный фосфор используется как источник энергии, убедитесь, что есть надлежащие условия или сервисы, которые позволяют часто заменять его. Фух. Ещё одна. Название говорит «возникновение новых экологических ниш в мире после солнца». Фосфорная креветка. Также известна, как креветка семя в определённых диалектах в связи с формой их прозрачной оболочки. Эти водные беспозвоночные являются самой обильной формой жизни в океане, окружающем пустоши. Спинные фосфорные железы. Полсантиметра. Обычный светлячок. В два раза больше. Брюшной фосфорный орган. Ясненько. Ночной жук с ярким свечением. Иногда вылавливается кучами и помещается в сосуды, используя жителями Глены как живые лампы. Это воодушевило теперь общепринятую практику использования фосфорных креветок для того, чтобы делать то же самое с ними. Ясно. Спасибо за книжки. Вроде все. Госпожа. Ооо, ты проснулась. Только что закончила. Переводить эту книгу для тебя. Ооо, это было быстро. Что можно сказать? Я просто отпад. По-видимому, этот дневник предназначен для Мазла. Ооо. Вот, посмотри. Мои поздравления, Мазл. Если ты наконец прочитал это, это означает, что ты находишься рядом с башней. Башня – это местонахождение неуловимой сущности. Это сущность, связанная с миром. Пока ты можешь думать об этом, как о духе мира. У неё нет физической формы, но она может общаться через компьютеры и другие механизмы. Естественно. Ты знаешь, о ком я говорю. Когда ты впервые прибыл сюда с нашим спасителем, он без сомнения связался с тобой посредством своих собственных средств. Сущность направит вас обоих в башню. Входная комната находится у основания башни. Тебе нужно не только солнце, но и три части предыдущего солнца. Спаситель не сможет ничего там сделать. Ты и Мазл. С другой стороны. Посмотри на узор на полу. Делай, как он говорит. Окно исчезнет. Поэтому тебе нужно вернуть его. Это всё, что мы выжали из неё. Выжали что? Я просто говорю, что это конец книги. Остальные страницы вырваны. Ты знаешь, что произошло с ними? Нет. Вот досада. Я надеялась понять, что он имел в виду, говоря о окно здесь. Думаю, мы оставим это для Мазла. Да? Да. Кстати, что имеется в виду под тремя частями предыдущего солнца? У меня есть только это солнце. О, это просто штуки с жёлтым фосфором. Это что-то, что светится вечно, чувиха. О, у меня есть кусочек янтаря и пёрышко. Они оба светятся жёлтым. Ееее! Вот о чём я и говорю. Постой-ка, у тебя только две. Но всё норм. Я ща помогу тебе, малышка. Вот. Кубик от души. Ах, он выглядит как вы. Самое свежее лицо, которое ты когда-нибудь видела. Э? Он твой. О, спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, я думаю, мы пойдём по нашему пути. Ну иди. Малышка, ты сделаешь нам добро. Я это знаю. Бара-бара-бам. Готово. Можно выходить. Хей, Мазл. Ты помнишь, где кафе? Конечно. О, хорошо. Я спрашиваю, потому что, ну, я немного проголодалась. На самом деле, я действительно голодна. Я ничего не ела с тех пор, как попала сюда. Так, хорошо, если мы пойдём поесть, прежде чем войдём в машню. Надеюсь, у них есть блинчики. Скоро узнаем. Пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok